Муниципальные дороги ремонтируются за счет краевых средств. Выделена субсидия в размере 1 миллиарда рублей на ремонт улиц во всех районах Сочи. 360 километров дорог новых построено, а 140 километров это уличная дорожная сеть, которая сегодня находится в ремонте. И могу только сказать, что мы напряженно эти графики выполним. И уже 27 сентября к форуму центральная часть, гостевая часть маршрута в городе Сочи будут иметь приличный гостеприимный облик. Это улица юных ленинцев. Асфальтирование здесь проводится в ночное время. Днем работы на тротуарах, где укладывается брусчатка. Обновлена только часть улицы. Ремонт продолжится, когда полностью завершат укладку теплотрассы. Работы проводятся по укладке асфальта, замене бордюрного камня, укладке брусчатки. Также делаются работы по доступности для маломобильных групп населения. Это и тактильная плитка, занижение бордюрного камня, как я уже сказал. И еще будем делать озеленение. Специалисты не только асфальтируют проезжую часть и укладывают брусчатку. Им предстоит и озеленить газоны, подсыпать чернозем и высеять декоративную траву. Когда завершится озеленение, тогда объект и будет считаться завершенным. А контролируют качество выполнения работ специалисты Центра по испытанию, внедрению и сертификации продукции, стандартизации и метрологии. В их лаборатории отслеживается качество асфальта, плитки и бордюрного камня. Если что не так, претензии у подрядчика к заводу-поставщику. Мы в сроки укладываемся, настолько останавливают те разрытия по коммуникациям, которые еще не завершены. В данной ситуации будем ждать, пока они сделают, и мы тогда завершим свою работу. Именно эта подрядная организация занимается ремонтом 13 улиц в Центральном районе Сочи. Их главная задача не только уложиться в сроки, но и дать многолетнюю гарантию на дорожное покрытие. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.